С начала месяца в России начала действовать так называемая гаражная амнистия. Теперь граждане, у которых есть гаражи, построенные до конца 2004 года, когда в России вступили в силу новые градостроительные правила, смогут оформить в собственность государственные и муниципальные земельные участки под ними по упрощенной процедуре и бесплатно. Это поможет узаконить статус таких объектов, и в том числе огромного числа гаражей, возведенных давно, еще в советское время, правоостанавливающие документы, на которые были утеряны. Люди ими пользуются, считают себя хозяевами, но юридически это никак не подкреплено. Если возникнет какая-то спорная ситуация, например, при купле-продаже, то наличие владельца только членской книжки образца 90-х может вызвать вопросы и проблемы, отмечают юристы. Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости, по всей стране незарегистрированными являются более чем 3,5 миллиона гаражей. Все ли они попадают под гаражную амнистию? Как закрепить свое право на гараж и землю под ним? Об этом сейчас расспросим нашу гостью. В студии Екатерина Кондратьева, заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости управления Росреестра по Хабаровскому краю. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вот если в целом говорить в глобальном смысле гаражная амнистия, какие у нее цели, государство какие цели преследует и в чем выгода вообще для граждан? Основная цель гаражной амнистии это выявить, сколько же у нас на территории Российской Федерации неучтенных гаражей, выявить правообладателей этих объектов недвижимости, внести эти сведения в Единый государственный реестр недвижимости об объектах, об их правообладателях, что впоследствии позволит вам, как собственнику, в полном объеме распорядиться данным объектом. Это продать, подарить, передать в залог. Также вы сможете внести отметку о невозможности отчуждения объекта недвижимости без вашего личного участия. Это одна из основных целей гаражной амнистии. Но что касается нашего региона, есть ли какие-то сведения, какая доля гаражей сейчас еще не узаконена? Есть информация о том, что у нас порядка 260 тысяч гаражей, которые стоят на учете и не имеют правообладателей. Это гаражи, которые как объекты учтены в Едином реестре недвижимости, а сколько же не учтенных как объекты, такая цифра, она неизвестна. Но вот все-таки за эфиром вы сказали, что не все гаражи подпадают под так называемую гаражную амнистию, особенно те, кто стоят, которые стоят, находятся во дворах. Тогда давайте разберемся, что подпадает под гаражную амнистию, а что не подпадает и почему? С законом строго установлено, какие же объекты у нас будут подпадать под гаражную амнистию. Ну, во-первых, это объекты. Основная характеристика – это объекты капитального строительства. Это такие объекты, которые неразрывно связаны с землей, которые не могут быть перемещены без ущерба. И это объекты, которые были построены до введения в действие градостроительного кодекса. Это декабрь 2004 года. То есть металлические переносные гаражи, блок-комнаты, которые стоят во дворах, которые как-то хаотично натыканы, извините, в различных местах, они не подпадают под действие гаражной амнистии. Также не подпадают под действие гаражной амнистии парковки в многоквартирных домах, в торговых центрах. Это гаражи, которые для обслуживания крупной техники в предприятиях расположены. Также это если вы возвели пристройку к своему индивидуальному жилому дому гараж, то на такие объекты также гаражная амнистия не распространяется. Давайте о самой процедуре. В чем ее суть, как она выглядит? Суть процедуры заключается в том, что вы имеете право, закон дает вам право, как владельцу гаража, приобрести бесплатно в собственность земельный участок под вашим гаражом. И впоследствии, как собственник земельного участка, вы можете поставить на учет ваш гараж, если он не стоит на учете, а также зарегистрировать на него права в упрощенном порядке. Данная процедура, она вам многоступенчата. С ней вы ознакомиться можете с памяткой, которая была разработана Росреестром. Она есть пошаговая на сайте Росреестра. Вы можете посмотреть, куда вам нужно обратиться, какие нужно документы изыскать у себя. То есть вы, естественно, можете обратиться за предоставлением земельного участка, только если вы имеете на руках определенные документы. Екатерина Ивановна, извините, пока мы рассказываем, вот здесь есть QR-код, на который можно перейти и как раз-таки увидеть ту самую инструкцию, которая была разработана Росреестром. Вот она на экране сейчас. Она достаточно простая, там все пошагово описано. Мы сейчас не будем читать весь текст, мы просто будем коротко рассказывать тезисно о том, что это все содержит. Просто чтобы люди не боялись, не переживали, что это слишком сложно. Вот они даже порой не наводят телефон на экран телевизора, чтобы сосканировать QR-код. Здесь ничего страшного, ничего сложного. Все описано, вот какие шаги, да, какие документы, в каком случае вы подпадаете под действие амнистии, в каком случае не подпадаете. Вот, все вот так вот выглядит. Ну, поэтому к QR-коду проходите никакой рекламы. Расскажите, пожалуйста, на данный момент, что должен проверить у себя владелец гаража, какие документы должны быть на руках, чтобы он понимал, что все узаконено, что все официально, что ему не нужно обращаться дополнительно за регистрацией своей собственности. Если вы в установленном законном порядке свои права зарегистрировали, естественно, вы будете об этом знать. У вас будет на руках либо свидетельство о государственной регистрации права, либо у вас будет выписка из ЕГРН. Какой-то один из двух этих документов. Я думаю, вряд ли собственные гаража не знают о том, что он зарегистрировал свои права на гараж. Но если это досталось, там, я не знаю, от бабушки, от дедушки, там, в наследство перешло, подарили. Закон о гаражной амнистии также такой момент рассмотрел. Если вы являетесь непервоначальным правообладателем, владельцем данного гаража, и вы его купили как-то между собой, передали денежные средства, какие-то расписки, черенские книжки передали, или вы являетесь наследником, но ваш умерший родственник, наследодатель этот гараж вам не передал в установленном законном порядке, то вы также, как и первоначальный владелец, можете обратиться в орган местного самоуправления за предоставлением земельного участка в рамках гаражной амнистии и впоследствии поставить на учет и зарегистрировать право на этот гараж, так же, как это сделал бы первоначальный собственник. Есть ли какие-то госпошлины, которые нужно уплатить в процессе регистрации? В данном случае у нас орган наделен полномочиями самостоятельно от нашего имени подавать документы в Росреестр. То есть, когда вы пакет документов определенный соберете, с которым вы ознакомитесь, вы направляете его в орган местного самоуправления, и они уже самостоятельно от вашего имени направляют их в органы регистрации прав, в данном случае государственная пошлина не уплачивается. Вы освобождаетесь, так как обращаются к набору местного самоуправления. На сколько лет, месяцев распространяется гаражная амнистия, сколько она продлится, и к чему мы должны в итоге все-таки прийти? Гаражная амнистия будет действовать до 1 сентября 2026 года. Впоследствии она может продлеваться. И, конечно, в идеале мы должны прийти к той ситуации, что мы все-таки выявим все неучтенные гаражи, мы внесем сведения, мы предоставим, государство предоставит всем владельцам гаражей земельные участки под этими гаражами, и, соответственно, вы будете владеть вашим объектом недвижимости на законных основаниях, зарегистрируете ваши права, и вся информация порядочно будет внесена в Единый государственный реестр недвижимости. Да, нужно понимать, что в дальнейшем владельца гаража это избавит от определенных проблем, которые могут возникнуть в случае, если вы действительно решите кому-то продать, подарить и так далее. Спасибо большое за пояснение. Еще раз по QR-кодам, инструкция от Росреестра, как все это сделать. У нас в гостях была Екатерина Кондратьева, заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости управления Росреестра по Хабаровскому краю.